Стены Казанского федерального университета не раз видели различные церемонии, награждения и вручения дипломов самым выдающимся лицам университета. Так 20 декабря в императорском зале собрались почетные гости, учащиеся и преподаватели, чтобы отметить достижения лучших студентов-активистов, упорно трудившихся на протяжении всего года и развивавших свои навыки в разных областях. Торжественную церемонию открыл первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Он поздравил всех сидящих в зале от лица ректора университета Ленара Сафина и отметил, что студенчество нашего университета лидер молодежного движения во всей России, а также рассказал гостям обо всех тех критериях, которые так или иначе учитывались при вынесении решения относительно победителей. Как всегда в преддверии нового года начинается волшебная пора определения финалистов, лауреатов, номинантов премии студент года. Но волшебства тут мало на самом деле. Тут очень серьезный труд в течение не одного года каждого студента Казанского университета, который пожелал участвовать в этом конкурсе. Это и напряженная учебная работа, это и участие в научных исследованиях, участие в различного рода спортивных, культурно-массовых, патриотических мероприятиях. В рамках блока «Студенческий потенциал» благодарственными письмами за вклад в развитие молодежной политики Республики Татарстан были отмечены старший психолог департамента по молодежной политике Эльвира Воробьева и доцент кафедры охраны здоровья человека Центра медицины и формации КФУ Наиль Салихов. Дипломы вручил министр по делам молодежи Республики Татарстан Ренат Садыков. Во вступительной речи он отметил, что тот потенциал, который есть в студенческом сообществе КФУ, настолько высок, что практически все пьедесталы всероссийских конкурсов занимает студенчество Казанского университета. Человеческий потенциал – это то, чем мы гордимся каждый день, каждый год. И когда мы видим, что студенчество Федерального университета занимает ведущие места в области науки, творчества, спорта, других направлениях, мы, безусловно, гордимся и радуемся. Радуемся тому, что тот потенциал, который сегодня есть в студенческом сообществе Казанского Федерального университета, настолько высок, что практически все пьедесталы всероссийских форумов и конкурсов, они занимаются студенчеством Федерального университета. В номинации «Лучшее информационное освещение» победу одержала Алия Кульборисова, студентка третьего курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Еще в прошлом году она также подавала заявку на участие, однако осталась лишь в списках лауреатов. В этот раз девушка решила снова стать участницей и одержала победу. По ее словам, следующий год не станет исключением, и она готова снова попробовать себя уже в других номинациях. Я была очень удивлена, потому что рядом со мной были очень сильные конкуренты, например, та же студия «Ай», которая выиграла Россию, и мне казалось, что выиграть я точно не смогу, потому что конкуренция действительно сильная. Насколько я знаю, 17 человек подавалось в моей номинации, и вот получается в финал вышли трое. Ну, я была счастлива, что получилось. А вот обладателем гран-при ежегодной премии «Студент года КФУ» стала магистрантка второго курса Института филологии и межкультурной коммуникации Наталья Шилова. Вручил награду и поздравил магистрантку обладатель гран-при конкурса в прошлом году Аммар Хусейн. В торжественной речи девушка поблагодарила своих наставников и родителей отдельно. Она выразила благодарность Казанскому федеральному университету за то, что он всегда помогает своим студентам. На самом деле очень сложно сдержать эмоции, потому что очень трепетно стать лучшим студентом Казанского федерального университета. И в первую очередь хочу сказать спасибо своим наставникам, своим родителям и, конечно же, Казанскому федеральному университету за то, что он всесторонне поддерживает своих студентов, который любит своих студентов, и благодаря которому мы становимся теми, которыми мы есть сейчас, самыми лучшими людьми. Спасибо, Казанский федеральный. Также чествовали лучших преподавателей-наставников и лучших преподавателей-воспитателей, а вечер сопровождали вокальные и танцевальные номера. Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Универ Новости.